На прошлой лекции мы с вами ввели понятие монады и познакомились с тем, как они устроены внутри и как они работают. И изучили две, точнее говоря, три монады. Монаду identity, исключительно с той целью, чтобы понять внутреннее устройство. Монаду maybe, которая довольно полезна в том смысле, что она... Это монада, которая все-таки некоторый эффект вычислений нам вкладывает. И, наконец, мы изучили монаду списка, которая на самом деле одна из сложнейших монад по внутренней структуре, потому что она описывает не линейные вычисления, а вычисления, которые на каждом ходу размножаются. То есть вычисления с неопределенным количеством результатов. Дочнее говоря, в каждом конкретном случае определенным, но со множественными результатами, вот так, точнее сказать. То есть монада списка действительно сложная монада, потому что большинство монад, они все-таки описывают некоторые линейные вычисления, то есть некоторую последовательность инструкции, одна за другую. И все монады, с которыми мы сегодня будем знакомиться, а мы сегодня еще с рядом монад познакомимся, они устроены именно таким образом, что они описывают в каком-то смысле линейные вычисления. Таких сложных эффектов у нас не будет. Но, с другой стороны, монады списка полезны для того, чтобы продемонстрировать, что монады это мощный инструмент. Ну вот, давайте теперь приступим к нашему курсу уже. Значит, вот заявленные темы у нас такие. Во-первых, мы познакомимся с такой самой главной, пожалуй, монадой. Монадой, которая зовется ИО. Она позволяет в наш чистый язык ввести ввод-вывод взаимодействия с внешним миром, ввести некоторую нечистоту. Но таким образом, чтобы эта нечистота, она не портила нам наши замечательные чистые вычисления. И дальше мы поговорим про три полезные монады, которые я уже описывал в начале прошлой лекции. Это монада-ридер, чтение из окружения. То есть монада, которая позволяет делать вычисления. И в процессе этих вычислений мы можем обращаться к некоторому константному окружению, из которого мы можем что-то читать. Писать мы туда не можем. Это как раз суть ридера. Обратная ситуация. Это монада-ридер. У нас есть вычисления, у нас есть некоторый лог, ну, некоторое, точнее говоря, хранилище, в которое мы только писать и можем. Вот монада-ридер так устроена, что читать оттуда, да, вообще можем, но так содержательно не очень. В общем, монада-ридер, которая подназначена для того, чтобы создавать лог. И, наконец, соединяя эти идеи, мы поговорим про монаду, которая моделирует в чистом языке то, что называется изменяемое состояние. Мы начали с того, что функциональное программирование – это такое программирование, в котором нет изменяемого состояния, мы программируем без него. То есть у нас нет хранилища, в котором мы можем по ходу вычислений читать и писать. Оказывается, это был обман. Вот монада-стейт как раз позволяет нам сконструировать такое вычисление, в котором мы вполне можем работать с изменяемым состоянием, читать оттуда что-то и записывать. В отличие от самого первого ввода-вывода, монада-стейт – это абсолютно чистая конструкция. Она никак с внешним миром не взаимодействует. То есть мы внутри чистого языка монтируем некоторую конструкцию, которая зовется изменяемым состоянием. Ну вот, в общем, обзор лекции я провел. Давайте переходить к первой теме, к монаде. И вот, которая описывает нам ввод-вывод. Ну вообще, ввод-вывод в чистых языках – это проблематичная вещь, конечно же. Вот самая стандартная функция, функция, которая называется getChar, и присутствует во многих, ну фактически во всех языках. Что она делает? Она взаимодействует как с консолью и возвращает нам символ, который нажал пользователь. Ну вроде бы во всех языках тип такой функции – это char. Ну потому что она возвращает нам char. Она ничего не принимает, в рамках языка мы никакого действия не должны совершать. Просто мы как бы говорим, что есть взаимодействие с консолью, и с консолью возвращается некоторая символ. Но в чистом языке такая функция должна всегда возвращать одно и то же, потому что она константная функция. Можем мы написать getChar from консоль равняется, и что мы там можем написать? Ну если буквой символ x, то она всегда будет возвращать символ x. Иначе ничего не получится. Ну вопрос, каким образом с этим справиться? Есть разные подходы. Вот подход, который реализован в Haskell, ну точнее говоря, да, давайте скажем, что реализован в Haskell. Это вот что мы говорим, что функция getChar from консоль, она устроена следующим образом. Она принимает некоторый неявный параметр, который называется real world, окружающий мир. То есть в этом параметре сидит вообще весь мир, окружающий нашу программу. С пользователем, который занес руку над клавиатурой, и вот как бы нажатие на клавиатуре — это некоторое состояние окружающего мира. И дальше нам возвращается что? Та клавиша, на которую нажал пользователь, и дальше следующее состояние окружающего мира. То есть там в начальном мире пользователь занес руку, а во втором мире он уже нажал на какую-то клавишу, и вот получается такая конструкция. Ну, правда, а тип real world — это какой-то такой не совсем обычный тип. У нас обычные алгебраические типы, они как-то устроены. А это какой-то такой странный тип. Ну, например, можем мы размножить первый real world? Ну, можем. Ну, тогда как бы возникают некоторые такие странные проблемы. То есть вот real world — это такой тип, доступ к которому мы можем осуществлять только один раз. То есть у нас есть переменная типа real world, и она ушла в качестве параметра вот эту вот операцию, getChar, то второй раз к этому real world в предыдущем мы обратиться не можем. То есть мы не можем сохранить весь мир и как бы потом его воспроизвести. Это будет нехорошо, это как бы приведет к некоторым странностям. Поэтому тип real world должен быть спрятан от программиста. Ну, в Haskell есть такие инструменты, и такой тип real world есть, и он спрятан от программиста. Ну, а как мы можем все это спрятать, давайте мы обсудим. Вот у нас есть некоторое значение типа IO. То есть мы вводим некоторый тип, тип вычисления, в процессе которого у нас может осуществиться действие ввода-вывода. Ну, IO это как раз сокращение от input и output, поэтому название очень правильное. В GHC тип IO описан вот так вот, ну, чуть посложнее, но, в общем-то, там детали не важны, можете сами посмотреть, как он устроит. Он именно так и объявлен. Ну, только в отличие от чара, у нас здесь типовые параметры присутствуют, потому что понятно, что мы можем в процессе ввода-вывода общаться не только с чарами, но и с производным типом. Ну, вот такой тип объявлен, как с помощью NewType. У него есть единственный конструктор, и там внутри лежит RealWorld. RealWorld не экспортируется из модуля, в котором он объявлен, и, соответственно, программист к нему доступа не имеет. Программист имеет дело с типом IO, и если мы с типом IO работаем, то мы как бы понимаем, что там происходят некоторые магические действия, которые позволяют нам как раз упакованные в контейнеры его значения рассматривать как значения немножко отличные от обычных значений. Вот, когда мы посмотрим на настоящую реализацию функции GetCharge, на самом деле она реализована не через RealWorld, а через IO, через этот контейнер. А RealWorld там внутри сидит хитреньким образом. Ну, вот то, что мы не экспортируем RealWorld, означает, что мы один и тот же объект, типа, RealWorld два раза использовать не можем. Ну, и еще одно соображение, каким образом могут вообще выполняться действия ввода-вывода. У нас в Haskell'е имеется, ну, и как в большинстве других языков, имеется, когда мы компилируем исполняемый файл, имеется некоторая точка входа, которая называется main, как во всех языках программирования, ну, во многих языках программирования. И действия ввода-вывода, это те действия, которые связаны с нашей функцией main, с функцией main программы. Ну, вы можете спросить, а как же GHCI, там никакого нет функции main. Ну, да, если у нас GHCI, то там мы как будто бы сразу уже работаем внутри этого вычисления IO, то есть все действия в GHCI, они внутри IO происходят, внутри монады IO. Что это такое, мы поймем позже, но понятно, что это у нас будет объявлено монады, и понятно, что как раз сцепление вычислений, которые умеют взаимодействовать с внешним миром, это как раз цель, наша цель. Ну, вот, собственно, давайте мы монаду IO и сделаем. Мы опять немножко жульничаем и скажем, что IO это тип, то есть снимем вот эту вот оберточку IO. Ну, просто для того, чтобы наш код был немножко более коротким. Ясно, что обертку мы можем упаковывать и распаковывать по ходу вычисления. Мы скажем, что этой обертки просто нет, что это вот такая вот стрелка из real world в пару real world и то значение, которое нас интересует. Ну, вот, теперь нам нужно, очевидно, для того, чтобы сцеплять вычисления, которые умеют взаимодействовать с внешним миром в длинную программу, вам нужно объявить это монадой. Ну, первое, что мы должны сделать, мы должны написать функцию return. return, функция return, каким образом устроена. Ну, очевидно, что должна функция return возвращать. Она должна возвращать объект типа UA. Но у объекта типа UA имеется внутренняя структура. Это стрелка из real world в некоторую пару. Ну, и, соответственно, когда мы возвращаем некоторое значение типа A, мы просто берем, пишем лямбда, w, w как раз сокращение от слова word, всюду дальше, w это word. Лямбда, w, принимаем некоторый мир, и дальше этот мир неизменяем и передаем в пару из w и значения типа A. Функция return это функция, которая должна самым простым образом вкладывать значение типа A в вычисления типа EO. Ну, в таком смысле функции return. Ну, вот здесь это и описано. Окружающий мир никак не меняется при этом. То есть мы просто вложили наше значение типа A вот в это самое вычисление. То есть получили вот такую вот конструкцию. Получили такую конструкцию. То есть return работает таким образом. Он просто протаскивает неизменный мир, но и прицепляет к нему A. Ну, теперь бинт. Как устроен бинт? Бинт устроен следующим образом. Смотрим на его тип. У нас есть некоторое значение, лежащее в контейнере EO, значение типа A. Но мы понимаем, что на самом деле в контейнере EO лежит что? Лежит стрелка некоторая. Из некоторого состояния мира, самого начального, в некоторую пару. То есть мы теперь про контейнер EO говорим как про вычисление. В контейнере лежит вычисление. У нас до этого такого не было. А теперь в контейнере лежит стрелка. То есть в EO лежит стрелка, поэтому мы... Я раньше говорил либо контейнер, либо контекст. Теперь мы будем говорить еще слово вычисление. Потому что в EO лежит какое-то преобразование мира в пару. Мир и значение типа A. Вот что там лежит. Ну, вот давайте посмотрим, как все организовано. То есть у нас есть вычисление, в котором лежит возвращающее значение типа A. Ну, в общем, я пару из Борда и A. Есть стрелка Клейсли. Ну, вычисление мы обозначаем букву КМ, как всегда. Стрелку Клейсли обозначаем букву КК. И должны вернуть вычисление, которое соединяет оба этих вычисления. То есть как бы делает композицию двух этих... То вычисление, которое лежит у нас в EO-A. И то вычисление, которое, в общем, лежит в EO-B. Ну, и еще стрелку Клейсли, конечно, тоже должны использовать. Ну, давайте посмотрим, что там у нас внутри устроено. Ну, во-первых, вернуть нам нужно вычисление, вычисление, которое имеет тип EO-B. Всякое вычисление должно начинаться с некоторого Ворда. А. Ну, вот мы и начинаем с лямбда-дублевого и пишем. То есть мы говорим, что нам передается некоторый Ворд, некоторый Мир. Это как раз... Нам нужно как раз вот эту цепочку изменений Мира. У нас есть как бы два значения. Мы должны связать два вычисления. Стрелку Клейсли и монадическое вычисление А. Ну, вот начинаем с лямбда-ворда. То есть Ворд у нас есть, который нам будет передан А. Изначально функция main будет создана и передана в первое вычисление. Ну, а потом дальше по цепочке пойдет. Дальше что у нас есть? У нас есть первое вычисление, которое, очевидно, должно случиться раньше, чем второе. Когда у нас есть вот вывод, у нас есть некоторая проблема упорядочивания. Поэтому мы как раз и выполняем это вычисление. Мы говорим... Пишем там кейс. М, дубль, В. То есть вот этот мир, который нам пришел, мы отправляем в вот эту переменную М, которая имеет тип ИОА. То есть выполняем это вычисление. Там лежит стрелка как раз из мира в пару. И здесь у нас происходит вычисление. Мир передается. Что-то происходит с миром, что-то происходит со значением. Мы использовали левый аргумент М. И дальше мы пишем OFF и выполняем сопоставление с образцом. Для чего мы выполняем сопоставление с образцом? Мы должны гарантировать, что это вычисление произойдет. Мы помним, что сопоставление с образцом у нас энергично. Для того, чтобы здесь произвести сопоставление с образцом, а здесь как бы говорится, что должно получиться в результате. Смотрим на тип ИОА. Должна получиться пара из мира и какого-то значения. Ну, чтобы эта пара получилась, это вычисление должно произойти. То есть должно произойти операция ввода-вывода, которая здесь сидит. Ну окей, получили некоторый новый мир из этого вычисления. Ну и некоторое значение, типа А, мы его обозначим, буквка А тоже. То есть это результат вот этого самого первого вычисления. Ну теперь это сопоставление с образцом, естественно, будет удачным. Ну если здесь, конечно, что-то катастрофическое произойдет, то понятно, что программа остановится. Но вообще говоря, результатом этого вычисления всегда служит пара, ну и здесь пара. С парой неудач не может быть, всего один конструктор. Ну вот у нас есть новый мир в H3, который получился в результате первого монологического вычисления, значение типа А. Ну а теперь что нам остается? Нам остается что сделать? У нас имеется значение типа А, и имеется новый мир типа Ворд. Осталось, чего мы еще не используем, стрелку к Лейсли. Ну у стрелки к Лейсли как раз ждет значение типа А. Стрелка к Лейсли, примененная к значению типа А, дает нам чего? Значение типа ИО, Б. Но значение типа ИО, Б само по себе внутри что представляет собой? Она представляет собой стрелку. Из Реал Ворд, Реал Ворта. Поэтому у нас есть еще один дополнительный аргумент, вот этот мир, который мы как раз хотим спрятать. И вот, собственно, здесь-то мы его и прячем. То есть мы его никогда видеть не будем. То есть мы здесь внутри описываем, как с миром работать, но снаружи мы к миру доступа иметь не будем, когда он монологического числа. Передаем сюда Ворд. Ну и что, здесь у нас получается пара значений. Ну вот здесь Ворд два штриха. То есть это получающаяся пара, мы ее не записываем. Я просто говорю, что некоторый следующий мир и значение типа Б какое-то. Ну я его обозначил тоже Б, хотя понятно, что тут типа, тут это значение. Ну и посмотрите, что у нас получилось. У нас получилась как раз стрелка из некоторого начального Ворта в Ворд, прошедший через оба вычисления и вернувшееся значение типа Б. Окей, это ровно то, что нам надо, это значение типа ИО, Б. То есть вот посмотрите, что мы сделали. Мы как бы подменили Ворд здесь. То есть у нас, если просто стрелку клеить, мы передадим, у нас будет некоторый мир W2 штриха. Но он нас не интересует, нас интересует передать сюда самый первый мир, а дальше протащить его через оба вычисления, ну и вернуть что-то, что по первому миру дает последний мир и значение. Внешний пользователь монады работает только со значениями, с А и Б, которые там лежат. То есть для чего мы вообще осуществляем выбор, чтобы получить некоторые значения и дальше их складывать, вычитать и так далее. Ну первое вычисление может там getchar быть, а второе вычисление, например, put какой-то, char. Ну вот get и put мы пишем в терминах А и Б, а мир сидит внутри. Ну вот такая структура, такая структура монады и его, она обеспечивает нам те гарантии, которые мы хотим, чтобы они выполнялись. Ну, во-первых, побочный эффект каждого действия происходит один раз. Побочный эффект, в общем, у нас, можно сказать, что побочный эффект просто изменение состояния мира. Либо мы что-то прочитали из внешнего мира, он изменился, либо мы что-то туда записали во внешний мир, он тоже изменился. Ну, как бы, да, вот у нас здесь раз от этого действия, здесь два от этого действия изменения. Один раз, все, миры больше мы никакого доступа не имеем, поэтому мы не можем еще раз дернуть предыдущий мир. Ну и дальше побочный эффект происходит в заданном порядке. Да, совершенно точно у меня v' вычисляется раньше, чем v2'. По каким причинам? Потому что для того, чтобы запустить здесь, нам нужно это сопоставление с образцом выполнить сначала. Ну и, значит, вот это действие произойдет здесь. Ну, а следующее действие, оно там, тоже произойдет в свое время. То есть порядок заданный, порядок такой слева направо. Каждое следующее действие EO, оно то, что левее раньше выполняется, то, что правее в цепочке позже выполняется. Вот так у нас устроена монада EO. Она довольно хитроумно устроена. Она базируется на том, что внутри типа в Хаскеле может лежать стрелка. И мы вот эту идею уже видели один раз, сейчас мы еще раз ее эксплуатируем. Ну, теперь все. После этого мы можем забыть вообще о том, что у нас есть мир. Эти миры передаются как бы за сцены. В монаде есть, если вы помните, вычисление, которое происходит у нас на сцене. Это то, что мы программируем. А есть еще некоторый эффект, который связан с перегрузкой, ну, как я говорил, точки с запятой. То есть перехода от одной инструкции к другой. Ну вот в монаде EO, эта точка с запятой, означает, что у нас каждая инструкция может взаимодействовать с внешним миром и что-то туда писать или читать. Все, теперь мы мира не видим, мы только по типу EO, видим, что мы можем взаимодействовать с окружающим нас действительностью. Ну, теперь понятно, что это некоторая механика, а что с пользовательской точки зрения? С пользовательской точки зрения у нас есть две волшебные функции внутреннюю реализацию, которых мы не знаем. Это функция getChar, которая каким-то образом получает из внешнего мира символ, и функция putChar, которая умеет на консоль символ писать. Соответственно, базовая операция ввода и вывода. Ну, а все остальные операции ввода и вывода, в принципе, могут быть через них выражены, и мы как раз их выразим, чтобы понять, как мы на деле его работать. То есть вот есть стандартная функция getChar, ну и есть стандартные функции getLine, которые считывают все в консоли до символа новой строки. И, наконец, функция getContents, которая, в общем, предназначена для работы с файлами, которая тоже считывает все содержимое, в том числе и символа новой строки, для, ну, то есть все, что есть в консоли, рассчитывать, все, что пришло. Ну, скорее, с консоли, потому что с файлами там немножко по-другому, будет мы на практике обсудим, как с файлами работать. Ну, соответственно, функции вывода какие? Это функция putChar, которая выводит что-то, функция putStra, putStraLine, и функция print, которая принимает не строковой параметр, а произвольного типа, но которая имеет ограничение show. Ну, то есть сначала превращается в строк, а потом строка выводится. Sprint предназначен для любого типа, который является представительным класса типов show. Ну, давайте посмотрим, как устроен у нас ввод и вывод по типу. Функции ввода, они просто, что мы от них ждем, что какой-то тип, какой-то объект у нас появится. Ну, и, соответственно, вот getChar, он просто имеет тип char, но упакованный в контейнеры. Соответственно, как мы можем программировать с тем, что мы считали? Да, очень просто. Мы можем где-то getChar написать и отсюда вынуть какой-то x. То есть вот это вот у нас имеет тип IoChar, соответственно, x будет иметь тип char. Мы как бы вынимаем значение из потока ввода-вывода, но, естественно, это только внутри монадического вычисления. То есть мы можем работать с x как с char дальше, но только внутри этого вычисления. Когда вычисление закончилось, то у нас все должно быть упаковано в Io. Из Io вылезти нельзя. Ну, есть секретная функция unsafeperformio, которая позволяет вытащить значение. Он имеет такой тип IoA, стрелочка A. Но эта функция находится в модуле unsafe, она небезопасная, она плохая во всех отношениях и может использоваться только для отладки. То есть для отладочных целей мы ее используем. При программировании unsafeperformio пользоваться нельзя. Очень сильно нарушается семантика и масса семантических и типовых последствий с ней связана. Поэтому эта функция, я ее никогда особо не рекламирую. Ее как бы нет в стандарте языка. Это, в общем, некоторый задний ход. Ну, для отладки, для всяких таких технических целей можно ее использовать. Но когда программист начинает ее использовать, он на себя берет ответственность за очень многие вещи. То есть это функция для простреливания себе ног. И название у нее поэтому длинное такое. Safe, perform, чтобы долго набирать было. Ну, хорошо, ладно. Значит, с вводом мы закончили. Теперь вывод. Что такое вывод? Это тоже действие ввода-вывода. Ну, всякий раз, когда мы что-то хотим вывести, мы должны объект, который мы хотим выводить, передать туда в качестве параметра. Ну, соответственно, здесь вы видите на этих функциях, что передается чар, стринг и так далее. А что эта функция должна возвращать? Ну, очевидно, ничего интересного она не делает с точки зрения чистого языка. И поэтому для указания того, что все-таки она с внешним миром взаимодействует, мы возвращаем unit type. Вот эти круглые скобки, это как бы, помните, что это такое? Это нулеэлементный кортеж, который, тип, который содержит ровно один элемент. Те же самые круглые скобки. Это и тип, и элемент. Ну, вот мы показываем, что наше вычисление заражено ИО, что оно происходит в контейнере ИО, put, char, put, str и так далее. Но ничего интересного эти функции не возвращают. Ну и, наконец, есть некоторая функция, которая осуществляет одновременно ввод и вывод. Вот, эта функция имеет функция высшего порядка. Она принимает функцию обработки, string string. Она делает следующее. Она умеет что-то считать с консоли и что-то вывести на консоль. Что она функции interact выводит? Ну вот вы какую-то функцию обеспечиваете преобразование, и функция interact делает следующее. Берет, считывает с консоли строку, передает ее в качестве параметров в эту функцию, функция выполняется, возвращаемое значение записывается на консоль. Ну, поскольку эта функция, в общем, весь ввод-вывод делает в обе стороны, то она имеет возвращаемым значением ИО и этот самый юнит-тайп. Можно? Да. Она считывает, ну, в какой момент? Символ привода или... Нет, она контент считывает. Кет-контент. А. Я сейчас сказал, и, возможно, и соврал. Посмотрите в документации. Какая здесь идея существенная для Хаскеля? Наличие функций высших порядков позволяет нам на самом деле все взаимодействие с ИО очень сильно ограничить. То есть, если что-то может быть описано на чистом языке без использования ИО, оно и должно быть на чистом языке описано. Вот функция итеракт говорит, что, ну, как бы, что такое взаимодействие, вот вывод, одношаговая. Это значит, прочитал и записал туда ответ. Вот если ваша задача именно такая, напишите чистую функцию, которая может быть передана в качестве параметра итеракта. Чистые функции хорошо оптимизируются, с ними можно легко работать, они удобные и так далее. И дальше передайте в итеракт. То есть ИО, поскольку в Хаскеле инфицирование ИО, оно уже не снимаемо, то лучше максимально все описывать на чистом языке. А вот на часть, связанную с ИО, оставить только то, что уже невозможно без его сделать. То есть, если в обычных языках вы просто, ну, нужно вам считать что-то, ну, считали, поехали дальше писать программу. То в Хаскеле, если вы только провзаимодействовали один раз с внешним миром, то все дальнейшие вычисления у вас уже заражены этим самым ИО, и вы вынуждены работать в монаде ИО. Хотя вам казалось бы, мне там дальше много чистых действий надо. То есть вот здесь архитектура построения программ на Хаскеле, она такова, что нужно как бы стараться отделить часть, которая необходима, которая необходима, вот вывод, отдельно, и часть, которая может быть на чистом языке написана. Вот то, что на чистом языке написано, должно писаться на чистом языке. Да. Спросить, ну, как... Тогда он должен быть заражен ИО. Вы можете свой собственный интеракт, нет ничего волшебного, вы можете написать. Если у вас сценарий такой, что вы должны там считать что-то, потом еще что-то считать, то в принципе, вы можете написать свой интеракт 2, который как бы вот... Которому нужно два параметра передавать, ну, и вот в общем тоже сделать. То есть можно, можно более сложные вещи, но вот как бы для многих ситуаций интеракта достаточно. прочитал, обработал и записал обратный вывод. Ну, вот совсем простой, простой пример того, как происходит вот вывод. Это такое классическое. Пример, смотрите, пока я стираю на него. Понятно, что происходит, да? То есть это такая классическая программа, которая спрашивает, как вас зовут, ожидает вашего ввода и дальше выводит приветствие с включенным вашим именем. Ну, вот теперь вопрос, какой тип имеет функция? Main. Можно ли глядя сюда определить, чем должно дело выключиться? И о, что? Пустое, да, почему пустое? Пустое, да, потому что последняя инструкция, она возвращает пустое. Ну, вот для того, чтобы это лучше понять, возможно, можно ее записать вот так вот. То есть не в do-нотации, а рассахаренным образом через биндеры. На самом деле функция выглядит вот так вот через биндеры. Ну, и теперь уже понятно, что она возвращает то, что последняя инструкция возвращает. Пустое, последняя инструкция у нас. Ну, вот, поскольку у нас есть бинд, то возвращается возвращаемое значение стрелки-клейсля, которая в последнем бинде присутствует. И о, b. Ну, вот как бы этот бинд, все-таки его полезно все время держать в голове, какой у него тип. Ну, в данном случае это и о, а. Да почему же я его маленькое пишу? И о, а. И о, b. Ну, и, наконец, и о, b. Ну, то есть, вот, то, что правая стрелка-клейсля возвращается, то и возвращается возвращаемое значение. В нашем случае стрелка-клейсля возвращает его круглые скобки, ну, и, значит, здесь тоже будет его unit type. То есть, main обычно имеет такой тип. Ну, еще раз напоминаю, каждая строчка в дунотации имеет и монады, в которые вычисления происходят. Это вроде я вложил в ваши головы, но повторить, а, повторить полезно. Давайте теперь попытаемся написать getLine. Предположим, что getChar у нас есть. Это некоторый примитив, который, ну, как с консолью умеет взаимодействовать. Как написать getLine? Ну, во-первых, тип и его стринг, значит, мы должны в конце концов получить строку. Ну, и строку мы должны сконструировать. Что мы можем делать? Мы можем использовать getChar для получения отдельных символов. Ну, давайте так и сделаем. Запустим наше вычисление. getLine штрих. Обратимся к getChar. Вытащим с помощью вот этой операции, вытащим из getChar то значение, тот символ, который нам введен. И дальше, поскольку мы пишем getLine, то мы должны протестировать результат на предмет того, что у нас там получилось. Если у нас вернулся символ новой строки, то есть если наша getLine сразу же начинается с новой строки, то что мы говорим? Ну, значит, все, возвращаем пустой список. Ну, пустой список, пустая строка. Мы могли бы там написать не просто пустой список, а вот так, пустую строчку. Ну, это значит, что наше вычисление закончилось. В противном случае, если не так, то нам нужно выполнить два действия. Ну, поскольку нам нужно, нам нужно, чтобы там лежало одно действие ввода-вывода, мы должны сцепить, если у нас есть несколько инструкций. Поэтому, вроде я вам уже говорил об этом, мы должны запускать заново вычисление do, ну, либо использовать связыватель. Ну, запускаем вычисление, ну, поскольку мы находимся в этой функции, нам все доступно. Что нам доступно? Нам доступно c, который у нас уже считан, и мы должны запустить рекурсивно наш getLineStrich, который мы сейчас пишем. GetLineStrich, вообще говоря, возвращает нам список значений типа chart. Ну, значит, мы получаем getLineStrich рекурсивно, возвращает нам список значений типа chart. Предыдущий getChart уже выполнился, а действие происходит последовательно. То есть мы над хвостом ввода запускаем как бы getLineStrich, получаем список cs, ну, и дальше что делаем? Возвращаем наш символ c, который на нашем шаге итерации этой рекурсии, прицепляем его спереди, а хвост — это cs, который возвращается нашим getLineStrich. Ну, собственно, это нормальная, обычная рекурсивная функция, ну, написанная в таком уже немножко императивном стиле, поэтому здесь рекурсия немножко по-другому устроена в виде инструкции. Но, тем не менее, тем не менее, если мы это разберем через байндер, мы опять получим некоторое выражение, ну, которое рекурсивно само себя вызывает. Хаскель — это совершенно законное действие. Тут нет никаких, никакого волшебства, это все нормальный, полноценный хаскель. Вот так вот пишется getLine через getChar, фактически приблизительно так же она в GHC реализована. Ну, давайте теперь устрою, посмотрим, как сделано putStr. Ну, тип ее вот такой вот. Как мы можем сделать putStr? Опять, здесь у нас функция над списком, очевидно, как и любую функцию над списком, мы ее определяем, мы ее определяем в общий споставлении на сообразцу. Что значит putStr, когда мы передаем пустую строку? Ну, и, значит, ничего вводить не надо. Возвращаем, значением у нас служат unitType, упакованные в монаду.io. Ну, и хорошо, мы берем значение unitType, и для того, чтобы упаковать что-то в монаду.io, мы должны вызвать return. Мы это, собственно, и делаем. Пишем return, значит, все, упаковывается в нужную нам монаду. А еще с пустым списком разобрались, а что делать, если список не пуст? Ну, очевидно, взять, разобрать его, отправить голову в действие ввода-вывода над x, вывести с помощью имеющегося у нас путь чара x, и дальше рекурсивно вызвать на хвосте функцию putStr, которую мы сейчас определяем. Поскольку никаких значений из первого числяния второй нам передавать не надо, то мы используем облегченную версию байнда, вот такую вот, которая просто игнорирует ну, тот unit type, который возвращается от putChara x. В общем, с unit type ничего интересного сделать нельзя, только проигнорировать его, поэтому, в общем, во всяких путах обычно вот такой байндер и используется. ну, дальше мы видим, что мы можем, конечно, выделить некоторый общий шаблон. Такие функции очень часто используются, на самом деле, это не что иное, как фолдер. Правда ведь? Полноценная правая свертка, ну, вот окей, только это правая свертка с помощью вот этого вот байнда, во-первых, ну, а во-вторых, в качестве инициализирующего значения используется return и вот это вот значение, которое мы игнорируем. Функция, которая выполняет такую правую свертку, зовется sequence с подчеркиванием. То есть она говорит, она может быть написана не только для монады и его, но и вообще для произвольной монады. Здесь нет ничего специфического для его. Ну, и поэтому это вот такая вот монада sequence с подчеркиванием. Для произвольной монады мы говорим, если у нас есть список монадических значений, то мы берем, выполняем все действия, которые наша монада, все эффекты, которые наша монада в себе несет, при этом игнорируем все значения. Вот функция sequence с подчеркиванием. Вообще с подчеркиванием есть масса функций, которые заканчиваются на подчеркиваемом стандартном библиотеке Haskell. Они как раз говорят, следующее подчеркивание говорит в конце, что эта функция является аналогом соответствующей функции без подчеркивания, но только она в монаде выполняет все эффекты, а все значения, которые там есть, она игнорирует в монадическом вычислении. То есть эффекты происходят, значения неинтересны. Ну вот теперь функцию putstr мы можем переписать следующим образом. Мы берем, используем sequence, ну и единственное, что нам нужно поднять, putchar в наш список, то есть putchar мы над каждым элементом списка должны выполнить, ну поэтому тут стоит mapputchar. То есть вот такая вот композиция, она работает. Ну можем приписать здесь xs и тогда написать sequence mapputchar xs. Ну и поставить скобочки, чтобы обеспечить правильную композицию. То есть над каждым элементом списка мы делаем putchar, получаем соответственно список действий и о, вот сам mapputchar на некоторый xs. Что делает? Он монтирует нам список действий и о. А дальше sequence, как и положено, он переставляет, он его вытаскивает, переставляет одно с другим и получает, ну и дальше игнорирует список, потому что полноценный sequence как раз возвратит список, а мы чуть дальше увидим, когда будем обсуждать. Итак, вот как у нас устроено putstr, но оказывается можно вообще идти дальше. Вот такая конструкция sequence map, она тоже очень часто встречается, то есть берем некоторую функцию вычисления, порождающую стрелку клести, putchar полноценная стрелка клести, кстати говоря, она берет некоторые значения типа, но возвращает что-то в монаде его, точнее говоря, вот так вот. char, стрелочка и о. мы видим стрелку клести. Ну вот, берет некоторую стрелку клести и отображает ее. И вот есть некоторая функция mapm, которая ровно это и делает. mapm опять же с подчеркиванием, которая объединяет вычисления следующим образом. Она сначала отображает на список стрелку клести, получает список монадических действий, а потом выполняет эти действия, возвращает unit type как значение, но упакованное в нашу текущую монаду. Ну, в данном случае мы используем ее. Ну и теперь мы увидим, что putstr на самом деле может быть записан очень компактно. putstr это mapm putchar. то есть вот как получить одну стрелку из другой стрелки клести с помощью mapm. Хорошо. Значит, разобрались с sequence и mapm. Есть аналоги без подчеркивания. Более того, мы их знаем. Это sequence, функция sequence, которую я здесь определяю для произвольной монады, но на самом деле она определена не только для списков, она определена для любого traversable в современном хаскеле. То есть список здесь еще заменяется на traversable. И такую функцию мы видели. Sequence A имела контекст. аппликатив, а просто sequence имеет контекст в монад. Ну и есть mapm полноценный, который тоже не игнорирует возвращаемое значение, а просто тот, ну в данном случае список монтирует в качестве возвращаемого значения. Вот есть такие полезные функции. Мы, правда, немножко уже убежали от IO, но вот вернемся от IO и посмотрим разницу между одним и другим. Если мы запустим mapm с подчеркиванием на putchar и на строке hello, у нас просто выведет строка hello и все, без всякого результата. А если мы запустим mapm без подчеркивания, то у нас, во-первых, выполнится действие ввода-вывода, а значит, что выведется hello, а дальше еще выведется результат, потому что вычисления в GHC у нас происходят в монаде и О, и у нас и то, что мы теперь монадическое заставляем выводиться, выводится, и выводится еще результат любого вычисления на конце. Вот он выводится, список из пяти пустых значений. И О у нас выехало сюда, у нас вернулся в монаде и О список из, ну вот, этих неинтересных результатов нам, потому что так пучар устроен, он нам такое возвращает. Но структура такова, пять символов вывелся, значит, там пять этих самых юнит-тайпов. Ну, то есть ясно, что mapm без подчеркивания запускает бессмысленно, когда у нас функция ничего хорошего не возвращает. Ну, тогда мы просто запускаем mapm с подчеркиванием, чтобы значения проигнорировать и эффекты выполнить. Хорошо. Вот, собственно, некоторое первичное знакомство с монадой О мы завершили. На практике мы, конечно, еще сегодня с монадой О поработаем, поговорим, как с файлами работать, как со случайными величинами работать, то есть мы попрактикуемся, потому что монадой О, это, пожалуй, самая главная монада, без которой, в общем, невозможно обойтись, потому что любая программа что-то вводит, что-то выводит содержательное. Поэтому, если вы что-то компилируете на хаскеле написанное, то вы вынуждены работать с монадой О. Следующая монада, с которой нам надо познакомиться, это монада, которая носит название Reader, и которая, эффект которой, это возможность чтения в любом месте значения из некоторого внешнего окружения. Еще иногда эту монаду называют Environment, но обычно ее называют Reader. Ну, давайте вспомним, как мы в Абликативе это делали. На самом деле, наделить вычисление семантикой чтения из внешнего окружения, можно, объявив аппликативом, ну и, соответственно, монадой, функциональную стрелку со связанным левым аргументом, первым. Ну, вот, собственно, давайте объявим монадой эту самую функциональную стрелку и получим монаду, которая является одним из, одной из возможных реализаций Reader. Это самый простой Reader, примитивный Reader. Ну, что делает Return? Return имеет вот такой вот тип, мы его писали для аппликатива, он назывался PoE, он просто игнорирует окружение, возвращая нам некоторое значение, превращает значение x в стрелку из некоторого окружения в x, но return так и должен работать. Ну, кстати говоря, как эту функцию можно было написать короче? Помните из аппликатива, что это за функция такая? Это комбинатор k или функция const. Ну, просто я ее здесь расписал в таком стиле, чтобы было понятно, что именно так он и работает. Он свой, у нее два аргумента, первый это x, который, собственно, и возвращается, а второй он игнорирует. Вот как выглядит эта функция. r это окружение в нашем случае. Ну, теперь давайте посмотрим, как устроен байт. Ну, на самом деле здесь легче плясать от типа, как устроен у нас вообще универсальный байт. Универсальный байт устроен следующим образом. Здесь у нас в качестве первого значения используется m, a, m, b и возвращается m, b. Если мы совершим стандартные действия, вместо, собственно, переменной типа m, потому что есть, на самом деле, контекст, конечно, банат m, который я здесь опускаю, вместо m подставим конкретную монаду, а что такое конкретная монада? Это r стрелочка. То есть здесь мы пишем r стрелка вместо m, здесь мы вместо m пишем r стрелка, и, наконец, здесь вместо m мы пишем r стрелка. Ну вот, фактически этот тип там и написан. Я просто показал, откуда он берется. Ну и дальше теперь, следуя за типом, что мы говорим. Вот это вот у нас, вот это у нас, то, что мы обычно обозначаем буковкой m, это первое вычисление, это то, что мы обозначаем буковкой k, стрелка к лейсли, и теперь как мне написать? m bind стрелка к лейсли. Ну, во-первых, здесь есть еще один аргумент, вот этот, вот он у нас неожиданно появился, потому что у нас здесь стрелка появилась, то есть у функции bind теперь третий аргумент, это некоторое окружение, которое здесь собственно и передается, то есть здесь мы сцепляем два окружения, а потом в самом конце, когда у нас длинная цепочка вычисления, сцеплена, в самом конце передается окружение, ну мы, соответственно, могли бы здесь написать третий аргумент, но это в общем не очень хорошо, поэтому давайте просто напишем lambda environment, то есть значение типа r, вот это вот, ну я мог бы написать здесь оператор и три аргумента, m, k и вот это вот значение здесь, ну я перетащил его вправо, lambda e, мы так часто будем писать, ну потому что так удобнее мы видим, что получается действительно стрелка, получается функция, ну дальше что мы должны сделать, мы должны получить значение типа b, как мы можем получить значение типа b, нам нужно значение типа a, а как мы можем получить значение типа a, воспользоваться вот этой стрелкой, передать сюда, в эту стрелку, в m, значение типа e, значение типа r, это e, то есть вот оно m, e, получили значение типа a, А. Дальше что? Значение типа А передаем в качестве аргумента в стрелку к лейсли. К, вот А. Получили значение R, стрелка B, а нам нужно значение типа B. Но у нас есть значение типа R, это E. Вот. Ну и все. Получившийся результат, значение типа B. Мы получили функцию из значения типа А, значение типа B. Ну вот то, что нам и нужно получить. То есть смотрите, действительно у нас есть два вычисления. Одно описывается просто вот это вот M, а другое стрелка к лейсли. Ну вот мы M скармливаем E и стрелку к лейсли скармливаем E в качестве последнего аргумента. То есть окружение во все наши вычисления передается в качестве последнего аргумента. Ну, собственно, в соответствии с типом, если вы на тип посмотрите, вы увидите, что в любой функции R, значение типа R, это последний аргумент. Ну, собственно, Bind передает наше это значение в оба вычисления. Таким образом, оно нам доступно всегда в процессе вычисления. Мы получили монаду, которая зовется Reader. Да, ну, наверное, надо привести некоторый пример, прежде чем переходить дальше. Что-то у меня здесь на слайдах нет этого примера. Возможно, он… А, ну… Ну, вот так вот, дута. Ну, вот, пожалуйста. Так выглядит вычисление в этой монаде. Для того, чтобы его запустить, туда нужно передать какое-то… А, ну, вот. F равняется. Вот так можем определить вычисление в этой монаде. И дальше запускаем там F на 5, передали окружение сюда. И дальше это окружение передалось во все вычисления, которые у нас здесь есть. Здесь натрия умножилась. Что получилось? 15 здесь, двойка прибавилась. Вот еще получилось 7. И дальше 15 плюс 7 сложилось. И получилось 22. То есть вот после того, как у нас такая монада определена, ее вот так вот можно эксплуатировать. Но тот Reader, который мы написали, это полноценный Reader, но можно написать более универсальный Reader. А для чего он нужен, я пока говорить не буду. На следующей лекции мы поймем, почему лучше сделать некоторый универсальный интерфейс. Давайте просто возьмем вот эту вот стрелочку, которую мы всегда писали, стрелочку из R. Упакуем в некоторый контейнер, который обзовем Reader с большой буквы. Это некоторый тип. Он зависит от окружения R и от некоторого значения A. Окружение фиксировано. Ну а Reader R, собственно, будет объявляться монадой. Ну и дальше есть некоторая функция RunReader, которая выполняет вот это вот действие. Фактически мы передаем туда вычисление и окружение. Ну вот RunReader как раз именно так и поступает. Ну вот у нас тип RunReader написан в среднем, в средней части слайда, снизу. На самом деле тип Reader с большой буквы не экспортируется. Да ладно, скажу правду. Тип Reader с большой буквы вообще не существует. Ну то есть он существует, но просто как синоним типа для некоторого монадического трансформера, с которым мы познакомимся на следующей лекции. А вот тип Reader с маленькой буковки существует. Точнее говоря, это не тип, это просто функция, которая заменяет конструктор. То есть он, ну как мы можем сконструировать Reader с большой буквы? Передать туда некоторую стрелку из R2. Ну вот Reader с маленькой буквы ровно это и делает. Принимает стрелку и возвращает нам Reader. Это немножко более универсальное решение, потому что оно говно не только для Reader с большой буквы, а для любого Reader. То есть Reader с маленькой буквы подходит для произвольной монады Reader. В частности и для той, которая у нас на предыдущем слайде была. Как это сделано, я потом объясню. Ну функция RunReader, она наоборот берет какой-то Reader и запускает вычисления в нем. То есть функция RunReader, она не настолько универсальна, она относится к конкретному Reader, конечно. Потому что она тут внутри определена. Ну в общем потом посмотрим, как все это на самом деле устроено. Пока можно понимать, что вот есть у нас две такие функции. Reader с маленькой буквы создает монаду, создает вычисления в окружении, а RunReader запускает это вычисление. Ну представитель монады для этого Reader, он здесь присутствует, он повторяет то, что у нас на предыдущем слайде было. Только здесь единственное, что возникает, естественно, некоторый синтоксический шум, связанный с упаковкой и распаковкой. Поверьте мне, сами потом можете убедиться, посмотреть, что это определение полностью совпадает с тем, что было на прошлом слайде. Ну единственное, что мы запаковывали. Ну а так, в общем, вот, если посмотрим, сравним это с этим, то увидим, что сначала это вычисляется, потом это значение, которое обозначено V здесь, передается в стрелку клейсли V и E. Ну и там в нужных местах ставятся, в общем, RunReader и Reader. Вот так у нас устроена представитель монады для этого Reader. Ну здесь есть некоторый пример, как сконструировать простейший Reader, который делает вычисление в окружении типа int, а возвращает нам строку. Ну вот, ничего интересного нет. Просто демонстрирую, как все это работает. То есть для того, чтобы сделать Reader, мы должны описать некоторую стрелку, а дальше упаковать ее в нашу монаду Reader. Вот все. А RunReader, соответственно, вынимает эту стрелку, запускает ее и возвращает значение. Ну RunReader мы передаем два значения. Собственно, монадическое вычисление, наш SimpleReader, и значение, на котором, окружение, в котором этот Reader нам что-то будет считать. Дальше очень быстро давайте пробежимся по более развернутому примеру. Пример такой. У нас есть база данных, которая содержит… Ну, запись представляет собой пару. Имя пользователя и пароль. Ну вот, быстренько посмотрите. Мы ввели некоторые синонимы типов. User и Password — это просто строки. Таблица UserTable — это ассоциативный список. То есть список пары User и Password. Ну, фактически база данных. И задали некоторую глобальную табличку PVDS, Password, типа UserTable. Ну и там лежат трое. Три человека с соответствующими паролями. Вот, Джон самый правильный пасворд выбирает, а Билл и Энн так себе. Ну, дальше давайте просто вот как бы будем делать Reader, в которых в качестве окружения будет служить именно эта табличка. То есть эта таблица — это окружение, в котором все вычисления проходят. Мы можем в этих вычислениях обращаться к этой таблице и смотреть, что там происходит. Есть несколько полезных функций, которые представляют собой интерфейс доступа к любому ридеру. Первая функция — это функция, которая зовется Ask. Функция Ask делает следующее. Она позволяет нам прочитать окружение, обратиться к окружению в процессе вычисления. То есть Ask просто возвращает нам то окружение, которое было передано. Ну вот, посмотрите, как, например, первого пользователя в таблице найти. То есть мы берем, создаем ридера, который, в котором лежит в качестве окружения пользовательская таблица, а возвращаемым значением служит юзер. Ну и что? Запускаем вычисления в этой монаде. С помощью Ask обращаемся к окружению. Окружение вынуто у нас. Дальше мы знаем, что окружение — это таблица, поэтому берем head, возвращаем пару пользователей пасворд и возвращаем с помощью FST из этой пары первое пользователя. И возвращаем нам пользователя. Ну, дальше запускаем этого ридера. Получаем, естественно, билла. Ну, потому что он у нас первый. Ну вот, мы с помощью ридера как бы познакомились с функцией Ask. Хорошо, еще какие функции есть? Есть еще одна функция, ну, такая более полезная технически. То есть эта функция Ask. Она не просто возвращает нам окружение, она позволяет над окружением выполнить некоторое вычисление и вернуть соответствующее значение. Ну, естественно, соответствующее значение, упакованное в ридере, вот там вот красным написано, ридер в окружении R, тип окружения никогда не меняется, а значение, которое там возвращается, оно у функции Ask тоже было R, потому что там возвращалось окружение. А здесь просто значение типа A. Ну вот, пишем функцию, например, проверяющую длину пароля. Передаем туда пользователя в качестве параметра и дальше что делаем? Выполняем функцию lookup над ассоциативным списком. Она возвращает нам значение, упакованное в монаду maybe. Ну и дальше вызываем функцию asks, lookup person. это функция, которая ожидает таблица, но возвращает либо пароль, либо nothing, либо пароль, упакованный в just. Дальше вычисляем length. Ну, здесь я немножко работаю в монаде с значениями maybe, вынужден работать, поэтому возникает некоторый синтаксический шум. Я могу, конечно, сразу разобрать с помощью сопоставления с образцом, но я не разбираю с помощью сопоставления с образцом. Мы же работаем в монаде какой? В монаде reader. А здесь у нас возникло еще значение типа maybe. Тут некоторая проблема есть. Я бы хотел, чтобы моя монада была и reader одновременно, и maybe. Вот для этой ситуации. Но мне пока, как бы, я этого не умею делать. Вот на следующей лекции мы будем изучать трансформеры монад. Они как раз это умеют делать. Они позволяют вычислению накрутить несколько монад. Чтобы одновременно мы считали, вычисления делали и в монаде reader, и в монаде maybe, еще в какой-то монаде, и так далее. Но пока я вынужден вот так вот работать. Ну, немножко работаю здесь, и говорю, что, в общем, либо вычисляю длину, либо, если у нас nothing, то передаю туда значение минус 1 и возвращаю соответствующую длину. Ну, вот дальше запускаю мой reader. Теперь у меня уже моя функция getPasswordLength, это стрелка к лейсли, поэтому я должен ее снабдить аргументом. Ну, в данном случае n передаю туда в обоих случаях. И в первом случае передаю в качестве окружения вот тот самый список пасвордов, который у меня был до этого, а во втором случае передаю пустой список. Ну, в первом случае у меня возвращается, естественно, длина пароля пользователя n 6, а во втором случае у меня возвращается минус 1, потому что пользователя n в пустом списке нет. Ну, вот это некоторый пример, как мы можем запускать соответствующее, запускать, работать в некоторой монаде. Ну, вот в данном случае демонстрируя с функцией Asks. Есть еще некоторая функция Local, тоже стандартная для интерфейса ридера, которая позволяет локально модифицировать окружение. Не буду про нее рассказывать, потому что времени у меня нет. Вообще, эти примеры, конечно, полезнее самостоятельно разбирать, поиграть с ними. Я больше примеров разбирать не буду, у меня дальше будут примерчики всякие. Вы можете дома, я вам присылаю файлики, с которыми можно поработать, с которыми все эти примеры есть, может что-то поизменять, поиграть, поработать с ними. Я буду очень кратко касаться дальше всех примеров, я их буду пропускать, иначе мы ничего не успеем. Ну, вот в общем, про монаду ридер я рассказал почти все, кроме некоторой вещи, которую я сейчас опять намекну. На самом деле есть некоторый специальный класс типов, который зовется монад ридер. Этот класс типов предназначен для того, чтобы наделить любую монаду интерфейсом ридера, то есть чтобы у нее были функции ask, local, и чтобы была некоторая функция замена конструктора, ридер с маленькой буквки. Это все определено в некотором классе типов, но этот класс типов устроен довольно сложным образом. Это мультипараметрический класс типов. Посмотрите, у него два параметра R и M. Мы говорим, что мы хотим, во-первых, иметь окружение типа R, а во-вторых, мы хотим некоторую монаду наделить интерфейсом ридера. То есть у нас должна быть произвольная монада. Два параметра. Это довольно сложная штука. У нас до сих пор все классы типов имели один параметр. Вот как работать с мультипараметрическими классами типов, и что значит вот эта загадочная стрелочка там справа, мы опять же на следующей лекции с вами познакомимся. Пока я просто говорю, что вот есть такая возможность, классы типов Хаскеля много чего позволяют организовать вот такой вот интерфейс. И в частности, в частности, представителем этого класса типов служит, конечно же, тот наш ридер, с которым мы работаем. Но вот то, с чего мы начинали, вот эта вот стрелочка со связанным первым аргументом, она тоже является представителем этого класса типов. И вот функция, подобная той, которую я сейчас написал вот здесь на доске, смотрите, функция со штрешком, do it, штрих. Она тоже может быть, в ней тоже можно использовать ask, asks, reader, local и так далее. То есть весь интерфейс ридера у нас может… Вот я здесь ask использую для того, чтобы получить окружение. Хотя работаю вот в этой, в другой монаде. То есть интерфейс, про который я говорил, asks, ask, local, он определён не для монады ридера, он определён вообще для произвольной монады, которую мы хотим наделить интерфейсом ридера. Ну вот, в общем, можно вот в таком вычислении говорить ask. Ну, потому что инстанс монад ридера здесь написан. Хорошо, это просто, пока, скорее всего, вы не очень понимаете, что здесь происходит. На следующей лекции мы подробно этим займёмся. Следующая монада, с которой нам нужно познакомиться, это монада, которая зовётся writer. Ну, если ридер — это стрелочка со связанным параметром, то writer, как вы, опять же, возможно, помните из аппликатива, это пара. Результат вычисления хранится в одном элементе пары, а log, в который всё записывается, хранится в другом элементе пары. То есть мы должны объявить представителям монады вот такую штуку. А и W, где W — это тип, параметризующий нашу монаду, а A — это просто возвращаемое значение. Но мы так делать не будем. Мы сразу же напишем обобщённый writer. Но вот видите, там внутри на самом деле лежит такая пара. Итак, writer устроен ровно так же, как reader, только внутри лежит что-то другое. Объявляем упаковку writer, которая упаковывает пару. Run writer, соответственно, вынимает эту пару. Имеем замену конструктору writer с маленькой буквы, который по паре строит writer. Run writer, соответственно, выполняет обратное действие, распаковывает writer, превращает в пару. И есть ещё одна функция интересная — exec writer. Это то же самое, что на run writer, но иногда мы запускаем вычисления и хотим получить его результат типа A и то, что записано в лог, типа W. Ну, W вообще можно понимать как строку. Хотя можно и не строку. А иногда мы хотим запустить вычисление и проигнорировать возвращаемое значение, а считать только лог. Если мы хотим считать только лог, мы запускаем exec writer. Тогда значение игнорируется, а получившийся лог возвращается. Ну, для того, чтобы объявить writer-монаду, как мы знаем, нам нужно что? Для того, чтобы writer-монаду написать, например, помните, нам что-то сюда нужно записать в лог. Как написать return? Как сделать для пары пуга? Мы это с вами обсуждали и сказали, ну, наверное, нам нужно уметь default constructable сделать нашу штуку. В Haskell это контекст моноид, то есть writer является монадой, если тот тип, который у нас служит для лога, является моноидом. Ну и здесь мы пишем тогда return. Это пара из значения типа x, которую мы упаковываем, и нейтральный элемент этого моноида. Ну, в случае строки, что такое нейтральный элемент? Пустая строка. Ну, в случае списка, это пустой список. Писок у нас моноид. Ну, теперь как записать байндер? Ну, смотрите, как опять стандартные рассуждения для монад. У меня здесь теперь тип, как выглядит. Здесь у нас пара A, W. Ну, во что-то упакованное, но меня это сейчас не особо интересует. Здесь A стрелочка пара B, W. И, наконец, возвращается пара B, W. Вот как у нас выглядит связыватель наш. Ну, теперь поехали, что мы делаем. Мы у нас, как всегда, это зовется M. Первая монада, вторая K стрелка к лейсли. Что мы делаем? Мы берем, запускаем то вычисление, которое M содержит. То есть делаем RunWriter. RunWriter возвращает нам пару. Из чего? Из значения, которое там лежит, и накопившегося к этому моменту лога. Значение типа U. Второй элемент — это лог. Хорошо, получили пару X, U. Смотрим там. Это результат RunWriter для M. X имеет тип A, но U имеет тип W. Дальше что должны сделать? Дальше берем X и передаем стрелку к лейсли. Запускаем K, вычисляем K и X. Это получается опять Writer. Потому что, ну, у нас там в типе Writer. Мы должны его распаковать. Ну, значит, мы запускаем RunWriter. RunWriter возвращает нам как раз пару. Это пара Y и новое значение лога, которое получилось при запуске вот этого вот стрелки к лейсли. Ну, теперь это были подготовительные действия. Теперь что мы должны сделать? Мы должны результат этого вычисления записать в результирующую пару Y. А что мы должны записать в лог? Мы должны записать тот лог, который у нас был до этого, и новый лог, и должны их склеить. Ну, вот, в случае строк мы написали так, правильно? Лог, который был в первом вычислении, и лог, который нам вернуло второе вычисление. Но мы пишем немножко более универсальную вещь. Мы пишем здесь MAPEND, поскольку это у нас моноид, а все действия моноида нам потребовались. Еще раз, вычисления происходят очень просто. Берется значение отсюда, передается сюда, вычисляется некоторое значение B, вот оно и возвращается Y, который есть результат стрелки к лейсли, применения как Су. Ну и плюс к этому за сценой происходит вот эти вот действия. В монаде ИУ за сценой у нас были взаимодействия с внешним миром. Здесь за сценой происходит накопление лога, которое нам не видно, мы просто внутри монадического вычисления пешим, какие-то вычисления, а точка с запятой означает, что какой-то лог копится. Вот так работает Райтер. Ну посмотрите, мы можем использовать любой моноид. Первое самое простое, то есть у нас Райтер вообще простой, return3, то есть тройка упакована в Райтер. Ну и соответственно, если у нас Райтер в качестве лога использует стринг, а в качестве возвращаемого значения, ну здесь поскольку тройка, то понятно, что должно быть какое-то число int, то мы получаем следующее. Запускаем runRiter и получаем парочку из трех, и пустой строки. Ну ничего, в лог мы не писали. Хорошо, а если мы используем другой моноид, числа у нас моноиды даже дважды, они сам моноиды как сумма и моноиды как продакт, ну тогда мы получаем следующее, если запускаем тот же самый Райтер, но с другим типом. Значение 3 и в качестве лога ну нейтральный элемент для сложения, это 0. ну вот там 0 и получили. А можем вызвать экзекрайтер самого Райтера для простейшего ретерна. Если у нас product, то возвращается product. Get product единица, лог возвращается, а значение игнорируется. То есть вот это работа с Райтером, как она есть. Дальше у нас есть некоторый пример, который я рассказывать не буду. Я коротко пробегусь по слайдам и объясню, какой интерфейс есть. Здесь есть база данных овощи и фрукты какая-то, и мы, у нас есть интернет-магазин, соответственно, пользователь набирает корзину, килограмм картошки, два килограмма томатов, а за сцены у нас в качестве лога считается общая стоимость того, чего они набрали. С помощью монады Райтера. Вот такой вот примерчик. Разберитесь сами с тем, как все это происходит. В последующем вот там и твой корзинка, ну и так далее. И есть самая главная функция. Помните, у нас в монаде Ридера была функция какая? Ask. Обращение к окружению. А здесь обратная функция. Мы должны в любой момент уметь что сделать. в лог что-то записать. Вот, для того, чтобы что-то записать в лог, у нас есть функция, которая зовется tell. Она берет, принимает значение типа W, которое имеет ограничение мануэд, естественно. И, как мы говорим, там tell. Ну и что-то там, если строка, ну там, high. Ну вот в лог записалась high. Если у нас есть какое-то монадическое вычисление в монаде Райтера. Когда мы говорим tell.high, то просто туда что-то пишется. Ну, здесь пишутся какие-то суммы, здесь я уже не буду обращать примеры. Есть еще функция tell. Есть функция listen, которая позволяет посмотреть, что мы там написали к настоящему моменту. то есть обратиться к окружению в процессе вычисления, заглянуть в окружение и считать то, что там лежит. Менять окружение мы не можем, то есть менять можем, но как бы просто закидывая туда значения, которые будут накапливаться. А подглядеть можем. Ну вот функция listen подглядывает. Ну и есть функция listen, которая там не просто подглядывает и какую-то функцию выполняет над окружением, возвращая результат этой функции. окружение есть не над окружением, конечно, а над логом. Есть функция listen. Ну и есть функция censored, которая локально модифицирует лог. В общем, это некоторый интерфейс, который для райтера полезен. Весь этот интерфейс, опять же, точно так же, он написан не для райтера, а объединен в некоторый класс типов многопараметрический, с которыми мы на следующей акции будем разбираться. То есть райтер и ридер вообще по интерфейсу очень близки, они близнецы-братья, и стейт тоже близок к ним по интерфейсу. Но вот к стейту мы сейчас как раз и переходим, потому что стейт, это, пожалуй, самое интересное. Как я уже сказал, мы в Haskell'е можем смонтировать, смонтировать вычисление, которое работает с изменяемым состоянием. и монадо стейт ровно для этого предназначено. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что она упаковывает внутри себя. А внутри себя она упаковывает некоторую вот такую конструкцию, которая очень похожа на ИО. только в ИО у нас был некоторый real world, который мы трогать не могли, и который нам был недоступен. А здесь у нас упаковывается, упаковывается. Вот такая вот конструкция. S-стрелочка. Это как будто бы ридер, то есть мы можем считывать значения. А это как бы райтер. Ну, а если у нас есть ридер и райтер в одно место, то мы и получаем стейт. То есть мы можем считывать что-то откуда-то и писать что-то туда же. Вот это откуда-то и туда же, это некоторый параметр типа S. И у нас монада как раз стейт S. То есть у нас есть некоторый фиксированный тип S, состояние, которое монтируется у нас для некоторого монадического вычисления. Мы берем, как бы говорим, у нас есть состояние какого-то типа. И дальше в монадическом вычислении у нас возникает некоторое хранилище соответствующего типа, в которое мы можем читать и писать. Ну, давайте, во-первых, посмотрим, как читать и писать, понятно, в общем, более-менее. Давайте посмотрим, как нам это сделать монадой. Ну, посмотрим, как это сделать монадой. Да, ну, у нас есть, во-первых, функция стейт, которая конструирует объект типа стейт по соответствующей функции. И есть runState, функция runState, которая запускает вычисление. Посмотрите, как функция runState устроена. Она принимает два, фактически она что делает? Она просто снимает оболочку state, возвращая нам доступ к этой функции. Но если мы посмотрим на тип runState, мы увидим, что у нее первый параметр это monadaState, то есть некоторое вычисление состояния. Второй параметр это s, значение типа state, это то состояние, которым мы инициализируем наше вычисление. То есть мы как бы распределяем хранилище, ну какого-то типа, я не знаю, типа int, например. У нас есть хранилище типа int, у нас есть вычисление, которое на самом деле за сценой нам нужно будет сцепить вот такие функции. У нас в каждом вот таком вот вычислении, state s, a, на самом деле лежит вот такая функция. И что дальше будет происходить? У нас на самом деле, когда у нас в монаде есть несколько инструкций, то у нас будет следующее. s, здесь a, s, 1. Дальше здесь из s, 1, что мы получаем? Ну там некоторое b, s, 2. А, ну помните, каждая строка в монадическом вычислении, в do, она имеет тип вот такой вот. Ну state s, и здесь какой-то тип, который возвращается. Ну а вот что происходит у нас за сценой. То есть здесь у нас некоторые вычисления, которые возвращаются в значение a, и плюс к этому оно как-то изменяет состояние. Здесь некоторые вычисления, которые возвращают b, и опять заменяют состояние. Но здесь s, 2, там c, s, 3. Я уже здесь не типы пишу, значения пишу какие-то. Вот наша задача такие функции научиться сцеплять, то есть написать binder, как add, сцепить set. Ну собственно binder там и написано. Ну давайте сначала начнем с return. Поскольку у нас внутри лежит стрелка, то у нас все начинается с lambda state. То есть вот то состояние, которое у нас изначально приходит в качестве инициализатора в run state, оно в эту цепочку включается. Ну и соответственно return что делает? Как упаковать значение x в вычисление состояния? Ответ состояние оставь тем же, которым было. а x упаковать в качестве первого элемента пары. Ну вот как выглядит return. То есть return просто не меняет состояние. Но return так и должен себя вести, как мы знаем. Return это такое простейшее действие. Ну хорошо, теперь как сбендить два вычисления? Да, эти тут нужно написать. Нужно написать. Как выглядит тип наш. Написать я могу двояко. Я пожалуй здесь напишу два. Две формы. Первое это с упаковщиком state. Ну с упаковкой все понятно. Здесь будет state s a, стрелочка a, state s b, стрелочка state s b. Что мы отсюда видим? Мы видим, что a и b ведут себя как всегда в монаде, а тип состояния никогда не меняется. То есть это вещь фиксированная. То есть на любом, любое вычисление вот этого, оно на каком-то одном типе состояния. Ну так же как reader у нас окружение имеет один и тот же тип. И в writer тоже то, что мы пишем, имеет один и тот же тип. Ну собственно, а как это внутри устроено? То есть вот это интереснее. Если бы у меня не было в упаковке state, если бы я ее снял, что там внутри стоит и лежит? Там на самом деле лежит стрелочка вот такая. Давайте это тоже распишем, как будто бы упаковки нет. Тогда получается следующее. Здесь есть s a, s, функция. То есть state это функция, в ней лежит преобразователь состояния. Здесь есть а, s, стрелочка. Ну вот эту скобку можно опустить. b, только пара, конечно, чай, пишу. b, s. Ну и наконец возвращается чего? s, стрелочка, пара, b, s. Ну вот. Ну здесь скобки на самом деле стоит написать, вот эти вот, потому что если бы у нас на самом деле все это упаковано еще в конструктор state, поэтому для того, чтобы пользоваться тем, что это функция двух аргументов, нам сначала что-то распаковать. Ну вот теперь после того, как мы поняли, как все это устроено, мы можем уже писать связыватель, который нам прячет наше состояние. Ну а как опять? Это у нас m, это у нас стрелка к леслию k. Ну, во-первых, все должно быть упаковано в state, результат должен иметь тип state. Поэтому мы пишем там конструктор state снаружи, упаковщик, и дальше все вычисление, оно под этим конструктором присутствует. После доллара. Дальше до доллара что у нас есть? У нас есть некоторый state, который приходит в самое начальное состояние. Ну, поскольку нам нужно вернуть стрелку, правда, то есть вот это нам нужно вернуть. После того, как я конструктор state снял, то вот что у нас. Я и пишу, что у нас lm, d, s. Это вот это вот у нас будет возвращаться. Теперь после стрелки нам нужно сконструировать чего? Пару b, s. Ну вот давайте мы будем конструировать. Значит, что мы делаем там после стрелки вот этой вот? Ну да, st у меня там написано, чтобы отличать тип и значения. Мы, во-первых, берем m и вызываем функцию runState над этим начальным состоянием, которое у нас есть. Функция runState, что у нас делает? Она принимает некоторое вычисление типа state, ну в данном случае вот эту m, принимает начальное состояние, в данном случае это st, и возвращает нам что? Возвращает нам пару. Ну вот там x и новое состояние st' это результат запуска вот этого вот вычисления. Новое состояние. Дальше x мы берем, вынимаем, то есть вот это значение типа a, вынули его и передали стрелку клести в качестве аргумента. То есть передали стрелку клести в качестве аргумента, получили kx. kx, мы теперь говорим, что это новое вычисление, m'. А могли бы его не писать, но здесь писали, тоже let пишем. m' это kx. m' это что такое? Это k, примененный к x, то есть это state sb, ну то есть вот эта вот штука. И дальше мы должны еще, мы могли бы этот m' вернуть, и в общем это подходящее, но нам нужно еще скормить сюда вот это вот измененное состояние первого вычисления. Поэтому я беру m', беру вот это измененное состояние и соединяю их, и запускаю run state. В результате я как бы запускаю вот это вот второе вычисление, m', с состоянием st'. Таким образом происходит следующее, у меня просто вычисляется эта функция, потом результат, что происходит, ну что происходит со значением понятно, оно всегда происходит, отсюда вынули, сюда передали, получили b, и b вернули. А со state-ом другая история, у меня как бы берется некоторый state, вот этот вот, он засовывается в первое вычисление, потом засовывается во второе вычисление, и получается некоторое результирующее. И вот здесь получается уже некоторый state-2 штрейн, который берем этот state, сначала это, потом это. Ну то же самое у нас в O происходило, если вы помните. Те же самые действия. То есть вот у нас последовательно в процессе этих вычислений состояние каким-то образом меняется. Как оно меняется, определяется конкретно m'k. Конечно, наше дело просто связать произвольный m'k. Ну, собственно, внизу итог пишет. Bint передает обновленное первым вычисленным состоянием во второе вычисление. Вот, собственно, что он и делает, если убрать весь синтактический шум, который тут есть. Ну, для того, чтобы в монаде state запускать вычисление, нам даже двух функций недостаточно. Нам нужны три функции. Первая функция runState, она как раз берет некоторое инициализирующее состояние, берет вычисление типа state, то есть вычисление над этим состоянием какое-то, и возвращает пару из результата вычисления и итогового состояния. Но нам может интересовать либо только результат вычисления, либо только итоговое состояние. Если нас интересует итоговое состояние, а результат вычисления не интересует, мы вызываем функцию execState. Если наоборот нас интересует только результат вычисления, а состояние, которое получилось, не интересует, то мы выполняем функцию evalState. Ну, вот давайте посмотрим. Пример тот же самый, который у нас был. Стрелка клейсли примитивная return. Пишем return 3, то есть это вычисление, которое возвращает значение 3 типа int. Последний параметр это как раз тип возвращаемого значения. Вот видите, там всюду int присутствует. Если мы запускаем run state, то у меня возвращается 3, и дальше возвращается некоторое состояние high state. Откуда оно взялось? Да мы просто state типа string передали в качестве параметра вычисления. Run state принимает как бы вычисление, стрелок, ну в нашем случае return 3, и инициализирующее состояние. Ну вот здесь high state строчка такая инициализирует нам состояние. Exec state возвращает нам просто строчку high state, и while state, соответственно, возвращает само значение 3. То есть вот здесь пример, демонстрирующий разницу между одним, другим и третьим. Ну ничего сложного здесь нет, просто 3 способа запуска в зависимости от того, что нам нужно. Ну давайте теперь посмотрим уже на такие примеры. Да, но сначала нам нужно, конечно, задать функции, некоторый интерфейс для работы с состоянием. Ну интерфейс для работы с состоянием состоит из двух функций, совершенно естественно называющихся. Итак, внутри вычисления в монаде state, что мы можем делать? Все что угодно. Но иногда мы хотим получить состояние. Для этого используется функция get. А иногда хотим записать что-то в состояние. Для этого используется функция, которая зовется put. Вот они перед вами, get и put. Они, естественно, являются не свободными функциями, а частью некоторого интерфейса, который мы сейчас обсуждать не будем. Можно смотреть на них просто как на свободные функции. Ну и, наконец, есть функция modify, которая просто говорит, что мы можем взять состояние и направлять на него некоторую функцию. Поскольку состояние у нас имеет фиксированный тип, то эта функция имеет тип s, стрелочка s. Ну и вот реализация по умолчанию. Она перед вами, кстати, в монаде state вычисления. Раз у нас монада state, значит, мы должны уметь делать вычисления. Ну и понятно, как она устроена. Во-первых, вызывается get. Вынимается состояние, которое лежит. Получается некоторый результат вынимания — это s. s. Дальше мы применяем функцию s и передаем это в put. Ну вот, собственно, эти вычисления, они как раз меняют состояние с помощью заданной функции. Мы очень похожую функцию писали. Да много для кого написали такие функции, если вспомнить прошлую практику. Ну вот здесь это вычисление в монаде state. Функция get, она работает как get, но возвращает не текущее состояние, а они выполняют некоторое вычисление над текущим состоянием. Она, в общем, работает так же, как парочка get и gets, так же, работают так же, как ask и asks. Ну и функция get тоже в монаде state может быть описана. Ну ладно, давайте приведем какой-нибудь более содержательный пример. Хотя, в общем, понятно, что нужно делать. Ну вот давайте напишем функцию инкремента. В c++ все знаете, есть префиксный и постфиксный инкремент. Ну в хаскеле до сих пор инкремент нельзя было написать, потому что у нас никакого состояния не было. Инкремент, помните, чем они отличаются? Префиксный и постфиксный. И тот и другой увеличивают состояние на единичку, но один возвращает предыдущее значение, а другой возвращает текущее значение. Ну те, кто всеклазу вас знают, вот какой здесь инкремент, префиксный или постфиксный. Ну вот, да, возвращается предыдущее значение, как вы видите. То есть считывается то, что лежит в состоянии, потом состояние увеличивается на единичку, а возвращается предыдущее значение. Ну вот, вызвав функцию runState над тиком и инициализирующим значением 3, мы получим пару 3-4. То есть первый элемент пары это что у нас? Возвращаемое значение. А второй элемент пары это у нас наше состояние. Состояние увеличилось, а вернулось в предыдущее значение. Если мы выполним exec state, то вернется 4, а если мы выполним и valState, то вернется 3. То есть таким образом мы смонтировали некоторую конструкцию, которая имеет состояние. То есть вот tic это в общем некоторое, ну фактически это то же самое, что все++ инкременты, если мы его будем правильно запускать. Ну на самом деле тут есть пара у нас. Ну дальше давайте посмотрим, как мы можем написать, например, сак. Функцию, прибавляющую единичку. Ну окей, мы берем tic, передаем его в качестве инициализирующего значения n и запускаем exec state tic на n. exec state возвращает нам новое состояние. Ну как раз то, что сак работает. Посмотрите, мы пишем чистую функцию, используя нечто, что содержит в себе состояние. Ну теперь мы можем написать функцию plus для нашей монады state. Как мы напишем функцию plus? Ну у нас два значения передаются для сложения. Дальше мы очевидно хотим запустить exec state, передаем туда x в качестве одного аргумента, инициализирующего значения, и дальше мы должны выполнить n tic. n раз выполнить tic над x. Правильно? Как нам сделать n tic? Ну во-первых, вот техника, которая применяется в хаскеле, когда нам нужно какое-то вычисление монадическое повторить много раз, она выглядит так. Возьмем просто и создадим список. Replicate n раз tic. То есть получим список там tic, 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 ну например три раза, если мы прибавляем тролл. А дальше у нас есть замечательная функция sequence, которая что делает? Она как бы из списка монад, а это список монад, делает монаду, списка. Ну у тех элементов, которые там лежат. То есть state вытаскивает как бы сюда по типу. Но при этом она выполняет все действия, которые монадические биндеры делают. То есть sequence последовательно всю эту цепочку сбинживает, ну соответствующим монадическим биндерам. То есть в итоге получается, что каждый tic прибавляет единичку у нас. Но вот и sequence replicate как раз делает то, что нужно, конструируя нам некоторую результирующую конструкцию. Вот эта вот штука sequence replicate, она очень часто в хаскеле применяется. То есть она в любой монаде годна. Это мы сейчас ее в монаде state применили, но в монаде ио она как бы, если нам нужно одно и то же действие, ввода и вывода повторить много раз подряд, то мы точно так же можем сделать. Поэтому есть функция замечательная, которая вам в домашнем задании рекомендуется активно пользоваться. Это функция, которая называется replicate M, которая ровно так и определена. Sequence replicate. То есть если мы хотим выполнить монадическое действие одно и то же раз подряд, а монадическое действие, оно ценно эффектом, потому что в итоге-то у нас возвратится список, упакованный в монаду, но этот список обычно игнорируется. Ну вы помните, вводе-выводе у нас он игнорировался. А вот монадические эффекты накопленные, они не игнорируются, и в монаде state, например, это просто вот то, что все, что происходит с состоянием, это монадический эффект. Ну вот так работает функция replicate M, и соответственно плюс можно определить через этот самый replicate M. на самом деле такое состояние, оно полезно, но не очень, потому что оно довольно медленное. Ясно, что вообще говоря, вычисления с состоянием в императивных языках очень хорошо оптимизированы. То есть у нас есть некоторая реальная ячейка памяти, в которой все и хранится. И в эту ячейку памяти мы пишем и читаем. И соответственно, вы как понимаете, вся компьютерная техника на этом основе, что у нас есть память, в которой все собственно и лежит, и мы с этими ячейками в реальности общаемся. А здесь для того, чтобы смонтировать состояние, что мы делаем? На самом деле у нас за сценой формируется цепочка функций. То есть состояние, это на самом деле цепочка обработчиков. Если у вас там 10 записей, ну, значит, у вас сцеплено 10 функций. Ну, таким нетривиальным образом еще. То есть, чтобы состояние там передавалось за сценой, формируя вот эту видимость. Ясно, что работа в монаде стейт, она довольно медленная по сравнению с настоящей деятельностью. Поэтому можно монаду стейт замкнуть на самом деле на реальную ячейку памяти. Для этого используется некоторая монада ст, которая предоставляет state transition, которая предоставляет некоторый интерфейс работы с локальным изменяемым состоянием. И есть специальный тип ст-рф, который в общем работает так же, как работала бы обычная изменяемая перемена. Более того, ст-рф можно либо напустить на какой-то вот стейт, который определен здесь, а можно напустить на реальное ИО. И если вы работаете и так в монаде ИО, вы можете работать с типом, который зовется ИО-РФ. Это, собственно, некоторая ссылка на ячейку памяти, на настоящую ячейку памяти. Мы на практике познакомимся с тем, как этот тип работает. ИО-РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова